Новый законопроект опубликовало правительство Магаданской области 14 января 2020 года. Он запрещает реализацию алкогольной продукции в кафе и розничных торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Эта мера уже затронет не только наливайки, но и большую часть продуктовых магазинов города. Против законопроекта выступили представители общественности. Запрет продажи алкоголя в домах, многоквартирных домах, он приведет к чему? К тому, что в конце концов предприниматель придется закрыться, потому что именно 30% выручки состоит из продажи алкоголя. Соответственно, если на 30% выручка упадет, то магазины придется закрыть. Это повлечет к чему? Во-первых, уменьшение налоговых поступлений, потому что бизнес будет закрыт. Люди будут уволены или сокращены. Ну и, соответственно, это потеря рабочих мест. И, соответственно, другими, кто смогут занять, допустим, эти места, особенно сейчас в пандемию, таких предпринимателей не будет. То есть, соответственно, пострадают еще и собственники помещений, которые сдают в аренду данные помещения. Плюс надо не забывать о том, что все-таки около 80% по городу Магадану розничная сеть находится именно в многоквартирных домах. То есть, люди не смогут переориентироваться быстро и построить новые все магазины или торговые площади. С запретом на продажу алкоголя в многоквартирных домах обеспокоены и члены общественной палаты Магадана. Дело в том, что основная идея и посыл этого законопроекта – это борьба с так называемыми наливайками. Но все мы понимаем, что в такой формулировке этот запрет не достигнет этой цели. И что нас беспокоит, общественных активистов, это то, что наливайки, как правило, и останутся, продолжат свою работу. Дело в том, что многие из них расположены в отдельно стоящих зданиях и, собственно, не подпадут под действия этого закона. Соответственно, к чему может привести развитие ситуации? К тому, что у оставшихся наливаек резко возрастет доход, выручка. Укрепят они свое, собственно, материальное положение и благосостояние. А для нормальных граждан, которые не злоупотребляют спиртными напитками и, в общем-то, периодически к праздникам, может быть, покупают их в нормальных торговых точках, легальных, которые расположены на многоквартирных домах, создадутся проблемы. Но и еще один момент, который нас беспокоит, это удар по так называемому легальному сегменту этого бизнеса, который, как правило, соблюдает все ограничения, наложенные законодательством. Они не продают спиртные напитки несовершеннолетним, они платят налоги, они создают рабочие места. Вот именно эта часть малого бизнеса окажется под ударом. По мнению общественников, борьба со всеми алкогольными магазинами не поможет. Что произойдет с розничными магазинами Магадана и наливайками, покажет позиция самих жителей областного центра.